Добрый вечер! Информационное шоу на областном телевидении продолжает рубрика «Здоровье». Меня зовут Александр Галиперин. Сегодня мы поговорим о таком инфекционном заболевании, которое называется коклюш. Екатеринбург присоединился ко всероссийскому марафону «Будущее без коклюша». В 2018 году сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости этой болезнью с тенденцией роста данной инфекции. Это я цитирую главного эпидемиолога города Екатеринбурга. Рассказать об этой инфекции мы пригласили в студию главного детского инфекциониста города Екатеринбурга, кандидата медицинских наук, доцента медицинского университета Татьяна Викторовна Калугина. Татьяна Викторовна, добрый вечер! Добрый вечер! Татьяна Викторовна, не могу не начать с такого вопроса, как все-таки правильно, коклюш или коклюш? Коклюш. Ударение на последний слог. Ну все, я думаю, это просто открытие очень для многих. Все, называем коклюш. Давайте поговорим, что это за болезнь, собственно, и почему она вдруг стала актуальной снова. Болезнь известна достаточно давно, передается воздушно-капельным путем, болеют в основном дети, что самые неприятные дети иногда самого раннего возраста. Но обидно то, что за сегодня мы можем защититься от этой инфекции. У нас есть активная профилактика, вакцинация. И, собственно говоря, если мы привьем своих детей, то, естественно, уровень заболеваемости у нас будет снижаться. И, в принципе, были отдельные годы, где практически заболеваемость приближалась к нулю. А на сегодня мы должны признаться, что в связи с отказом наших родителей от этой активной вакцинации у нас заболеваемость коклюшем только за последний год выросла в полтора раза. И это примерно сколько случаев в год фиксируется? Ну, через вас, может быть, походят? Ну, я так в случае не скажу. Достаточно того, что это такая значимая цифра для прививаемой инфекции. Вот если непрививаемая инфекция, у нас заболеваемость, предположим, больше 100 на 100 тысяч населения, то прививаемые, они должны составлять 0,1%. То есть коклюш – это инфекция, и чаще всего это детская инфекция, да? Каким образом она проявляется? Что это за болезнь именно с точки зрения клиники? Что беспокоит пациентов? Самое интересное, что коклюш практически, как я говорю, уникальная инфекция. Потому что, несмотря на то, что мы начинаем лечить эту инфекцию, она проходит свои основные периоды. То есть, если говорить о клинике, это катаральный период, это период спазматического кашля, наиболее тяжелый, который может закончиться даже летально, и период реконволесценции. Так вот, если мы даже начинаем лечить коклюш, то период спазматического кашля разовьется обязательно. И если это ребенок первых месяцев жизни, то, к сожалению, в клинике может присутствовать такой симптом, как остановка дыхания или апноэ. И мы прекрасно с вами понимаем, чем это может закончиться для малыша. То есть, кстати говоря, название коклюша, оно как-то связано с кашлем? Это кашель или коклюш какие-то созвучные? Ну, если переводить, то частично, да, обертуйся, да. То есть это где-то похоже. То есть, в общем-то, самое серьезное, что есть у этой инфекции, то, что она вызывает вот такой спастический кашель, который может вплоть до того, что... Совершенно верно, совершенно верно. Но если говорить о разных возрастных группах, то болеть коклюшем могут не только маленькие дети, да, тем более вот если они еще не привиты, потому что вакцинацию мы начинаем только с трех месяцев. Но и взрослые, когда они находятся в одной комнате, мы, предположим, в одном месте с больным коклюшем. Больные взрослые болеют иногда менее типично, но при этом нужно обращать внимание, что у них длительный кашель, непроходящий, неподдающийся стандартной терапии. При этом они расценивают это как банальный баронхит, предположим, они продолжают посещать работу, они бывают в местах большого скопления людей и становятся прекрасным источником этой инфекции. А как эта инфекция передается? Воздушно-капельный путь, тот самый путь, который наиболее вовлекает большие слои населения и который профилактировать неспецифическими методами очень сложно. Скажите, вот если в семье заболел ребенок, коклюшем, опасаться как-то членам семьи стоит, и взрослым в том числе, и можно ли каким-то образом, собственно, защититься, если рядом кто-то болеет? Все дело в том, что, конечно, постпрививочный иммунитет, он непожизненный, и он с течением времени может ослабевать. Поэтому очень важно, чтобы имела место иммунная прослойка, да? Почему мы детей прививаем в раннем возрасте? Вот если такая иммунная прослойка достаточно, а это должно быть 95% привитости детского населения, тогда бактерия не циркулирует, и взрослым нечего опасаться. Когда же у нас... Если у нас иммунной прослойки нет, и взрослый человек попадает в эту ситуацию, то, естественно, он в группе риска, он может заболеть. Но дать более легкую форму или стертую форму, вот то, как раз о которой я говорила. Татьяна Викторовна, перед тем, как про схемы вакцинации, ну, в принципе, о принципах вакцинации поговорить, вот один из любимых аргументов антипрививочников о том, что мы прививаемся от неопасных инфекций. То есть, по сути дела, это вот, это не проблема, а мы, в общем, нагружаем иммунитет, ну, как вот объясняют, да, люди. И вот как вы можете этому возразить? Ну, мне странно это слышать, потому что национальный календарь сверстан именно так, и не только у нас, но и во всех, так скажем, развитых странах, именно вакцинация от наиболее опасных инфекций, которые приводят либо к тяжелым инвалидизирующим последствиям, либо даже к смертельным случаям. Это полимиелит, это дифтерия, это коклюш, и, в общем-то, список. Менингококковая инфекция, которая сейчас у нас начинает внедряться, да? Поэтому как можно говорить, что не опасные инфекции? И даже та же ветряная оспа, да, подчас, так сказать, она чаще протекает, предположим, легкой форме, но всегда, ежегодно, есть хотя бы один или два случая тяжелых форм, опасных форм. И я, вы знаете, просто не могу удержаться, чтобы не поделиться. Я тут увидела в интернете, что наши родители организуют ветряночные вечеринки. То есть они специально собирают детей, да, в той комнате или в той квартире, где есть больной ветрянкой. То есть поставить вакцину ослабленную они боятся, а дать непосредственно живой вирус для ребенка, да, неизвестно, чем это кончится, они не боятся. Вы знаете, это просто парадоксально. Да. И, кстати говоря, и взрослые могут заболеть ветрянкой. Безусловно. И если они в детстве не переболели, либо не привились, а взрослые болеют очень тяжело. А взрослые болеют очень тяжело. Это действительно может стать прямо серьезной проблемой. Куда обращаться при первых признаках, ну, в частности, детям? Все дело в том, что, я уже сказала, что инфекция протекает строго, поэтапно. И вот первый этап – это катаральный период, он начинается из подваль. Это может быть на фоне даже нормальной температуры, появляется легкий кашель, но который нарастает в динамике. И, конечно, к первому, кому обращаются родители, это участковый доктор. К сожалению, поставить коклюш в катаральный период достаточно сложно. Он протекает под маской банальной респираторной инфекции. Но можно подумать, потому что кашель усиливается, несмотря на всю проводимую терапию. Но уж когда он становится классическим, спастическим, с репризами, а не дай бог, как я говорила, с апноями, тут сомнений в диагнозе, как правило, не бывает. И еще все-таки несколько слов про вакцинацию. То есть, перевивки ставят с трехмесячного возраста. Да. А дальше? Значит, наш национальный календарь как раз начинает вакцинацию от коклюша с трех месяцев. Дальше мы делаем, она трехкомпонентная, в 3, в 4,5, в 6 месяцев. А дальше идет ревакцинация, согласно, давайте мы не будем просто грузить наших слушателей цифрами, да, хотя бы, чтобы вот эту первичную вакцинацию они знали, что с трех месяцев ребенок начинает прививаться. Если по каким-то причинам это не состоялось, то есть так называемые медотводы, то она отодвигается. Но все равно национальный календарь начинается именно с этой прививки. Ну, я не говорю о БЦЖ и гепатите, которые чуть раньше ставятся. У меня младшему ребенку 6 лет. Нужно делать ревакцинацию в этом возрасте? У нас да. То есть необходимо, а взрослому? Ну, все дело в том, что мы сейчас подходим к этому вопросу, потому что у нас не было вакцины, которая бы позволяла вводить, вот вакцинировать от коклюша в более старшем возрасте. То есть только вакцина была, которая для маленьких. Вакцины появились, и мы надеемся, что в этом плане мы сможем больше, так сказать, контингент привить, даже те, которые в раннем возрасте не были привиты по каким-то причинам. Может быть, и взрослый контингент захочет привиться. То есть возможностей сейчас будет значительно больше. То есть, в принципе, взрослым, ну, с имеющимися новыми вакцинами, то есть можно в основном тоже ревакцинации проводить. То есть каким образом лечится коклюша? Это обязательно госпитализация, либо это амбулаторно? Каким образом? Может быть, и так, и так. То есть при любой инфекции есть всегда показания для госпитализации. Если это тяжелая форма госпитализации стопроцентная, если это какие-то сопутствующие заболевания, какой-то неблагополучный, как мы говорим, преморбидный фон, да, есть по эпид показаниям. То есть все это определит доктор, который этого пациента посмотрит. То есть, в принципе, да, дальше это антибактериальные препараты? Да. И в любой фазе катаральные? А если, допустим, ну, действительно был вот такой стертый начальный период, можно ли что-то проморгать? Я еще раз повторюсь и хочу, чтобы меня услышали главные родители. Что? Они надеются на то, что, может быть, так сказать, мы начнем рано лечение, важно рано поставить диагноз, и тогда, так сказать, не будет вот развития тех событий, о которых я говорила. К сожалению, это не так. Все равно период спастического кашля, он наступит. И мы в большей степени профилактируем вот осложнения, которые возможны, да, чем, собственно, течение самого коклюша. То есть, если, когда бы не были назначены антибиотики, в любом случае период спастического кашля будет. Совершенно верно. А как тогда избежать тогда вот этих страшных вещей, про которые вы говорили, это остановки дыхания? Ну, вот в этом случае мы говорим о том, что ребенок госпитализируется, там все равно назначается еще и патогенетическое, как мы говорим, лечение, да. Если это очень тяжелые случаи, соответствующие препараты, ну, я просто не называю, потому что, наверное, для наших телезрителей это не так важно. Это все проводится, конечно, под контролем врача. Он отслеживает и частоту приступов, и их тяжесть, да, и старается, конечно, предотвратить вот самые неблагоприятные исходы. Спасибо большое, Татьяна Викторовна. Вот и прошла наша рубрика. Продолжает информационное шоу программа «События». Я с вами прощаюсь. Берегите свое здоровье. До свидания.